Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, предлагаю уделить несколько минут, чтобы проанализировать ситуацию фундаментальную, которая сложилась на финансовых площадках за прошлую торговую сессию. Начнем мы традиционно с нефти. И, к сожалению, здесь настроение в связи с тем, что активы движутся не в ту сторону, в которую нам бы хотелось, не самые радужные. Бренд закрыл вчерашний день на отметке 4901, несмотря на то, что мы всячески пытались обосновать отсутствие возможностей, чтобы актив двинул к столь высоким ценовым значениям. Актуальные котировки 4958. И такими стараниями, вот уже второй день открытия с гэпом, бренд реально может снова оказаться не то, чтобы рядом с планкой 50 долларов за баррель, но и даже выше. Теперь, что касается фундаментальных факторов и почему актив так динамично растет. Если разбирать новостной фонд, то можно отметить то, что котировки черного золота и, в принципе, такой оптимистичный настрой трейдеров поддержали вчерашние комментарии президента России Владимира Путина о том, что Россия готова поддерживать любые договоренности, которые могут быть обозначены в рамках ближнего восточного картеля и, соответственно, транслированы в качестве договоренности и соглашения для тех регионов, которые не входят в эту организацию. Владимир Путин отметил то, что считает весьма вероятным, то, что на предстоящей венской встрече, которая состоится уже в следующую освету, точнее 30 ноября, стороны смогут прийти к какому-то общему знаменателю и найти компромисс. Напомню, что у этой встречи, которую мы с вами с нетерпением ждем, одна цель – это выработать солидарную позицию, которая позволит либо ограничить производство, либо заморозить. То есть решить проблему, которая связана с катастрофическим перепроизводством и перенасыщением всей мировой экономики углеводородами. И если, разумеется, эти договоренности будут приняты, то ограничение добычи в конечном счете в перспективе полугода от года сможет позволить трейдерам рассчитывать на восстановление баланса между спросом и предложением. В том случае, если еще и мировая экономика найдет достаточно драйверов для того, чтобы показать более-менее стоящие темпы экономического восстановления. Хотя сейчас это не так. Соответственно, если возвращаться к комментариям, которые носят исключительно словесный подтекст, хочется отметить то, что мы нечто подобное слышали и ранее. Но это отнюдь не тот знаменатель, который может позволить сейчас готовиться к тому, что какие-либо договоренности действительно будут приняты. Я допускаю также, что интерес трейдеров к нефти был еще связан с заявлениями со стороны Ирака о том, что они планировали несколько дней назад, но я думаю, что уже сделали, отправили в организацию ОПЕК, в Генеральный штаб, несколько предложений с условиями, при соблюдении которых данное государство может присоединиться к инициативе по ограничению добычи. Но вот пока история умалчивает, о каких условиях идет инициативе. Я думаю, что если будет возможность, если у нас будут, собственно, более подробности о этой теме, я обязательно вам расскажу. Пока что их нет. Заседание, которое состоится в следующую среду. Еще раз повторюсь, что мы ждем его уже несколько месяцев. Несколько месяцев мы наблюдаем, как актив растет на ожиданиях того, что трейдеры с горяча, может быть, либо еще по какой-то причине начинают искренне верить в то, что ОПЕК сможет договориться с другими регионами. После этого мы видим серьезное ослабление, потому что усиливаются скептические настроения. Я хочу, чтобы мы уже начали резюмировать тот новостной афон, который сложился вот за прошлые недели и месяцы касательно данной темы. И этот новостной фонд в плане итогов, он в большей степени поддерживает скепсис, потому что была алжирская предварительная встреча, где четко было определено условие, что необходимо держать добычу в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей в сутки. Однако те цифры, которые мы увидели после со стороны ОПЕК, доказали тот факт, что ближний и восточный картель не очень-то охотно соблюдают подобные договоренности. И подтверждением, доказательством этого является серьезное превышение квоты. Поэтому я считаю то, что мы уже можем относиться с явным таким проявлением недоверия к любым решениям, которые могут быть озвучены в ходе этой встречи. То есть они вряд ли будут эффективными. И опять же, даже если какие-то условия по ограничению все-таки примут, то не факт, что они будут соблюдаться. Собственно, с такими настроениями мы с вами шагаем в сегодняшнюю торговую сессию. До конца недели мы продолжим обсуждать эту тему. И я надеюсь, что все-таки на рынке появятся и серьезные медвежьи стимулы, которые позволят остановить бренд рядом с котировками 50 и указать ему на более, скажем, северные направления. Потому что логично, в порядке ожиданий, да и исходя из всей новостной картины, у нас больше факторов, свидетельствующих о том, что ОПЕК вряд ли сможет договориться с другими регионами. Даже несмотря на вот такие оптимистичные заявления страны, то есть, на России. Потому что ОПЕК может прийти к общему базису даже в рамках собственного конгломерата. Плюс ко всему у нас статистика регулярная. Сегодня у нас ОПЕК, традиционно поздним вечером. Американский институт нефти представит данные по запасам. Как я и говорил в начале этой недели, то, что у нас есть основания полагать, что это неделя, точнее прошлая, поскольку мы уже наблюдаем показатели за прошлой неделю. То, что запасы снова выросли. И поскольку рынок весьма чувствительный к этой статистикой, может быть, мы сможем увидеть возобновление прессинга на котировки бренда и WTI. Также надеюсь, что рост американца, который может последовать в любой момент после вчерашней консолидации по торговке, станет еще одним фактором, чтобы потеснить, соответственно, позиции быков и все-таки поддержать больше медвежьих людей. Я надеюсь, что мы не окажемся выше полтинника по бренду, потому что сейчас нам это нужно меньше всего. И особенно не хотелось бы ссылаться только на жалкие, спекулятивные настроения и надежды каких-либо договоренностей, используя их, чтобы объяснить такой стремительный ралли, который разворачивается уже несколько сессий подряд. В общем, ждем, как отработает себя отметка 50 долларов за пароль, и я надеюсь, что она выступит в том числе и очень важным техническим барьером, преодолеть которое будет сейчас очень сложно. Если рынку нужен фундамент, то нам придется уже дождаться 30 ноября, соответственно, получить официальную позицию с большой вероятностью признать тот факт, что мы оказали себе правы, в плане того, что никаких решений не последует, и, соответственно, уже использовать серьезные фундаментальные основания, чтобы оправдывать снижение Brent и WTF. В общем, ждем прежней коррекции, как и раньше. Российская валюта против доллара 63.79. Здесь восстановление нефти стало причиной укрепления российского валютного актива. Но мы видим то, что пропорция явно нарушена. То, что нефть очень неплохо восстановилась на несколько процентов за одну торговую сессию. При этом рубль окреп в гораздо меньшей степени. Это настраивает, опять же, нас на позитивный лад, в плане того, что наш расчет все-таки обоснованной девальвации, он был сделан правильно. Поэтому мы с вами снова отметим на 65 против доллара и надеемся, что в ближайшей торговой сессии все-таки мы сможем оказаться выше этого нас оботивления. Евро против доллара. Вчера восстановился европейский валютный актив против американца. Хотя восстановительная динамика вчера была характерна для большинства рисковых инструментов. И если непосредственно говорить про евро, то здесь несколько факторов кричит. Во-первых, это локальная слабость доллара, которая была проявлена. Мы видели, как с азиатской сессии стала слабеть пара доллар-японская иена. То есть, американец пробуждал вперед своего защитного оппонента. Этим тут же воспользовались и рисковые активы. Котировки по евро-доллару на текущий момент составляют 1,0628. Помимо слабости доллара, был еще другой фундамент, который связан с определенным снятием политической неопределенности. Поскольку мы с вами готовимся к очень важным событиям в рамках Европейского союза. Это выборы во Франции и Германии и итальянские референды. То есть, по хронологии у нас сначала итальянский референдум, потом выборы во Франции, потом выборы в Германию. И вот, судя по вчерашним комментариям и новостям, которые появлялись в СМИ, стало ясно то, что Ангела Меркель будет претендовать, собственно, на четвертый срок, собственно, руководства Германии. И поскольку мы знаем Ангелу Меркель как консервативного либерал-демократа, который вряд ли будет что-то менять, и, соответственно, этот момент выспекал позитивным для европейской валюты, потому что неясно, каким последствиям может привести руководство, собственно, другого человека. Точно такая же тема у нас с вами обсуждалась перед выборами в США, а сейчас более актуальны, конечно же, вопросы с потенциальными политическими изменениями в рамках еврозоны. Как я уже отметил, политическая составляющая выступила еще фактором поддержки для евро. А теперь поговорим про системные риски, о которых говорим практически всегда. Напоминаю то, что впереди у нас декабрьское заседание Европейского Центрального Банка и уже понимаем, что европейский регулятор пойдет на продление действия программного количественного смягчения, как это было озвучено Марио Драги в ходе его пресс-конференции на прошлой неделе. В качестве, наверное, ключевого аргумента для необходимости сохранения агрессивных стимулов была использована статистика по национальному сепиям, то есть показатель по инфляции. И вы помните то, что действительно уровень инфляции находится на очень низком значении, очень далек от целевого значения. Поэтому мы с вами ждем заседание Европейского Центрального Банка, которое состоится в самом начале декабря. Ждем новых стимулов и все-таки продолжаем ставить на ослабление европейской валюты, поскольку понимаем, что здесь помимо дополнительного смягчения со стороны ЕЦБ есть еще и более серьезный триггер для ослабления. это рост доллара, который продолжится, это 100%, потому что мы уже видим, как высоко забрался американец, и это только на ожиданиях повышения процентной ставки. Как только АФРС все-таки анонсирует этот шаг по университению монетарной политики, у нас наступит 17-й год сразу же, где мы будем, скорее всего, лицезреть неоднократное дальнейшее повышение ставок. Об этом мы, соответственно, с вами поговорим, как только наступит в подходящее время. Нам нужно пережить с начала декабря, как заседание ФРС, и то, что именно на нем американский регулятор пойдет на повышение процентной ставки, как я отмечал в ходе вчерашнего брифинга, уже составляет вероятность таких сменей больше 90%. Поэтому по евро, несмотря на восстановление в рамках вчерашнего дня, я рекомендую все равно придерживаться короткой позиции и ждать по-прежнему уровня 1,05. Фунт против американца. Здесь волатильность сохраняется, и эта волатильность реализовывается в рамках довольно широкого диапазона входа на британца против доллара. В частности, из интересных событий, собственно, выделить у нас нечем. У нас на этой неделе парочку отчетов, которые будут посвящены именно британской статистике. В частности, наибольшее внимание я предлагаю уделить показатель ОВП в конце этой недели. Сейчас мы продолжаем говорить о последних комментариях, которые были сделаны со стороны Терезы Мэй. Вы помните, если неделю назад она, в принципе, немножко напугала даже британца тем, что отметила неизбежность все-таки инициирования 50-й статьи. Но вчера, судя даже по динамике Фунта, было ясно то, что ее комментарии оказали уже противоположное воздействие на британца, поскольку Тереза Мэй дала понять то, что сделает все возможное, чтобы поддержать на приемлемом уровне деловой климат в регионе и сохранить нормальные условия для ведения бизнеса. Это, конечно же, сопряжается с темой того, что жесткая процедура выхода Англии из состава Европейского Союза станет причиной утраты Англии доступа к европейскому рынку. И поскольку все-таки в другом ключе, конечно же, эти заявления были сделаны, трейдеры решили то, что их можно использовать для того, чтобы и прокатиться локально повыше в паре фунт-доллар. Но потенциал дальнейшего роста крайне ограничен все-таки главным, ключевым, приоритетнейшим системным риском, который связан с Брэнзитом. Поэтому, как и днем ранее, я все равно призываю вас к тому, чтобы с большей долей вероятности рассматривать возможность снижения пары британец против доллара в район 1.21. Доллар японская иена. Я начал, собственно, этот брифинг с того, что отметил, что в рамках вчерашней торговой сессии БАК сдал слабину и позволил своему конкуренту прибавить несколько пунктов. Это несерьезное восстановление и вообще не пахнет никаким разворотом, ни тем более возможностью для, скажем, сохранения вот этого коррекционного ралли. Я допускаю то, что причин может быть несколько. Ну, может быть, техника, которая, в принципе, уже давно сигнализировала о том, что серьезные ралли из нескольких последовательных торговых сессий, которые позволило паре пробиться через сопротивление 110 иен против американцев, допускала возможность технического отката, консолидации, проторговки. Плюс ко всему трейдеры стали фиксировать позиции, поскольку, ну, очень высоко забрались все. И, в целом, если пытаться найти еще одну причину, наверное, это будет очень трудно, потому что никакого фундамента, которым можно было бы объяснить слабости доллара, нет. Напротив, если говорить про фундаментальную картину, которая стала причиной того роста, который мы и видели, она по-прежнему сигнализирует о том, что доллар нужно покупать на все вообще имеющиеся средства, потому что потенциал роста сохраняется, он еще весьма значительный и по паре USD-иены мы сможем добраться чуть ли не до отметки 115 иен против доллара. Напомню, что на прошлой неделе вышли данные по инксу потребительских цен, заявкам на пособие по безработице и рынок недвижимости. Мы бы их в большей степени даже проигнорировали, поскольку статистика регулярная, ну, кроме данных по инфляции. Но в этот раз у нас был переписан в положительном смысле рекорд не только за несколько месяцев, а за несколько лет. И, конечно же, не сделать акцент на такую хорошую статистику было бы просто непростительно. Такие данные серьезно поддержали идею того, что американская экономика уже готова к повышению процентной ставки. И мы понимаем то, что, опять же, вот эти ожидания, которые культилируются по поводу того, что ФРС будет действовать через разгон косвочных процентных ставок, они поддерживаются еще инициативами со стороны президента Трампа. Его колоссальной программе по активному бюджетному стимулированию свыше одного триллиона долларов, вы представляете, какая это титаническая сумма. Его реформаторский подход к торговле, протекционистские меры, его идеи, которые предлагают реформу корпоративного налогообложения. Все это оказывает ускоряющее воздействие на общий показатель ВВП и, соответственно, индекс потребительских цен. Поэтому даже тогда, когда Трампа только победил, трейдеры, эксперты рынка, аналитики стали высчитывать, опять же, вероятность роста индекс потребительских цен и пришли к поводу о том, что в 2017 году мы можем с вами рассчитывать на рост этого индикатора выше, чем 2,2%. То есть это выше целевого значения. Конечно же, такие расчеты и понимание, что Трамп-фляция будет выступать чуть ли не ключевым катализатором сейчас политика Трампа для экономики США, привело в движение американские трейдеры, которые продолжают переписывать многомесячные максимумы, добавляя еще больше, скажем, стимулов и поддерживая идею роста американской валюты. То есть все фискальные реформы, все фискальные инициативы, политика Трампа – это определяющий фактор дальнейшего роста доллара. И, как я уже отметил, поскольку потенциал этого роста еще не исчерпан, трейдеры уже не сомневаются, потому что в декабре мы с вами услышим о повышении процентной ставки, об этом отвердела еще Джанет Йелли на прошлой неделе, можно даже уже сказать то, что ставку как будто бы уже приняли. Но участники рынка идут дальше, они начинают прогнозировать по поводу того, что может произойти с политикой уже в 2017 году. И сейчас консенсус прогноз предполагает то, что в 2017 году с вероятностью больше 60% мы с вами видим еще 2 или даже 3, 2 или 3 шага, которые будут предполагать ужесточение монетарной политики. Конечно же, на этом фоне создаются все условия для роста доллара. Я надеюсь, что вы не отказываетесь от идеи, которая, опять же, может быть связана с извлечением еще большего профита по этому декабре валютных активов. И, пожалуйста, не обращайте внимания на локальную коррекцию. Сейчас мы наблюдаем развитие самого настоящего полноценного бычьего ралли. И в такой ситуации к динамике лучше всего присоединяться и к этому тренду, этого тренда придерживаться. Наша с вами следующая цель, я думаю, что находится на отметке 112-113 йен против доллара. И думаю, что при соответствующей поддержке, в том числе и протоколов, которые выйдут завтра вечером, у нас будут для этого все возможности, чтобы добраться для текущих указанных ценовых рубежей и претендовать уже на более высокое сопротивление. Из других валютных пар, USDCAD, в частности, вчера мы говорили про перспективы канадца. Я все-таки рекомендовал покупать эту пару для долгосрочных трейдеров, которые могут пересидеть коррекцию в несколько фигур. Сегодня у нас на повестке роничные продажи по Канаде. Я предлагаю дождаться этого отсчета, проанализировать фактические цифры, и если наши с вами предположения о том, что потребительская активность по-прежнему оставляет желать лучшего, все-таки оправдаются, мы поговорим об этом уже завтра, вот тогда и соберемся собственно силами и еще раз посмотрим, как мы можем действовать по этой валютной паре, уже исходя из краткосрока. Но думаю, что посмотрим, как сегодня канадец будет реагировать на восстановление нефти, дождемся фактических цифр, и с большой долей вероятности считаю то, что завтра мы с вами снова вернемся к трейдингу и по этой валютной паре. Что касается других инструментов, австралийцев против доллара 0.7401, немножко мы подросли от тех минимальных значений, которые были достигнуты несколькими днями ранее, но опять же это связано в том числе и с локальной слабостью доллара, стоит только американцу реабилитироваться и переписать против иены новый локальный максимум, мы снова увидим прежний прессинг на рисковый инструмент. По новозеландцу то же самое, 0.7075 у нас сейчас, ждем закрепления пары ниже 0.70. Доллар-франк котируется на отметке 1.0089. Здесь, как я и вчера отмечал, трейдинг уже может быть сопряжен с рисками, поскольку есть возможности возвращения пары и в район приоритета снова. А вот что касается пары евросвейси, здесь как покупали, так и продолжаем покупать. Сейчас котировки уже 1.0724, котировались и видели пару повыше в рамках последних часов. Но это все равно еще ерунда, потому что судя по настрою Национального банка Швейцарии и понимая то, что евро будет снижаться и дальше, уверен в том, что валюта интервенции позволит нам затащить все валюты интервенции со стороны Национального банка Швейцарии, затащить пару выше отметки 1.0850. Заветная для нас цель это уровень 1.09. Что касается важных событий сегодняшнего дня, как уже отметил в 16.30 тронечные продажи в Канаде, в 18.00 уровень доверия потребителей по еврозоне и замыкать торговую сессию будет отчет АПИ от Американского института нефти по запасам. Надеюсь, что эта статистика сможет оказать тот эффект и то влияние на котировки нефти, которое нам нужно. То есть ослабить ценовые позиции как бренда, так и дамблюте. Кодовое слово на сегодня. Откат. Величина бонуса 13%. Действует он на пополнение и актуален до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени через Аперископ в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, как и всегда, вы можете оставлять их на нашем канале на YouTube под свежим видео выпуском. Ну и, конечно же, не забывайте ставить ваши лайки. Поэтому осталось только пожелать прибыльной торговой сессии и попутного тренда. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.